Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Культура и достоинства». С вами Иван Брушлинский. Сегодня у нас в гостях Григорий Ревзин, профессор высшей школы урбанистики, автор книги «Как устроен город», которая стала финалистом премии «Просветитель». Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Первый вопрос. К сожалению, большому книгу прочитать целиком не успел, только кратко пробежаться по содержанию, по основным тезисам. И то, что привлекло мое внимание, это комментарии людей на различных книжных площадках, где книгу продают. Комментарии прямо такие, такого характера были в том числе, что, дескать, ваша книга посвящена во многом, с точки зрения этих, соответственно, комментаторов, теме философии города больше, чем чему-то другому. Вот вы согласны с этим утверждением или нет? Ну, до определенной степени, да, там вначале сказано о том, что у нас, ну, что это, в принципе, поэтика города, да, то есть у нас довольно много книг по урбанистке, правда, больше переводных, но они в основном с очень такими практическими вещами, ну, то есть, типа, там, какая должна быть плотность в срединной зоне, там, какая высотность, как-то должен быть устроен транспорт. А вот книг, которые рассматривали бы город, ну, с позиции культурологии, скажем, или просто, ну, да, философии города, каких-то человечественных смыслов, ну, вот как люди живут в городе, и, собственно, как в городе живет культура. Их не очень много, ну, есть какие-то там исторические прецеденты, есть, собственно, на русском вот книжке Глазачева, который как бы в этом направлении. Мысли вообще у нас являются одним из основателей в урбанистике, ну, в американской литературе тут Мамфорт, Луис Мамфорт, который тоже один из основателей в урбанистике, в общем, философ. Ну, он американский, но такой, мы как в франклурской школе. Ну, вот, да, это, например, попытка каких-то таких же. Вы сказали, поэтика, поэтика города. Вот, можете немножко раскрыть, что значит поэтика в этом смысле? Значит, ну, поэтика – это же такой довольно простой термин, да, то есть это вот как устроен город, это вот, собственно, и есть поэтика. То есть это набор элементов, ну, приемов, да, и правила их соединения. Ну, так сказать, правила, набор элементов в городе, он, в общем, понятен. Это, ну, улица, двор, площадь, набережная, там, из-за рынок, там, дворец, ну, и так далее, да, парк. Вот. А, ну, вот, правила их соединения и то, как они образуются, и так далее, в городе довольно нетривиальная. Та лобифа, которая, собственно, в этом, в этой книжке изложена, ну, вот, она, собственно, у меня такая оригинальная, она, ну, то есть не то, что прям совсем, но она заключается в том, что в городе, полноценный город возникает тогда, когда в нем возникают, возникают, оформляются четыре группы, ну, скажем, социальные, четыре группы ценностей. Это, вот, власть, купцы, жрецы и рабочие, да. Ну, под рабочими имеется в виду люди, которые создают что-то новое, креативный класс, вот, в сегодняшнем варианте, да, ну, или в античном варианте, вот, рабочие. У Аристотеля, конечно, такое же понимание рабочих, но не индустриально-пролитариально. То есть он тоже один из видов этого, такого, но тем не менее. Вот, и, соответственно, у них есть группы ценностей, которые, как бы, определяют, как, ну, в каждый конкретный момент город будет выглядеть, вообще, что они хотят от города, какой идеальный город у них. И сам город, вот, здесь понимается, как конкуренция этих четырех групп. Ну, иногда альянсы, иногда столкновения, поэтому, ну, такого единого образа, идеального города здесь нет, а здесь вот именно, ну, до известной степени, такое тривиальное для истории культуры, но такое необычное для урбанистки понимание вот города как такой открытой конкурентной системы, города как площадки для конкуренции. Правильно я понимаю, что книга, она писалась, ну, как бы, она, собственно, и с помощью тех концептов, которые в ней указаны, можно описать, в принципе, любой город, но, наверное, в вашей личной жизни там вот, ну, интересно просто, на самом деле, и, как бы, какие города для вас являются такими наиболее, не знаю, что ли, интересными, любопытными? Вы знаете, все кино достаточно универсальный характер, то есть она говорит о городе вообще, да, и городе в истории, и в этом смысле, ну, для меня, конечно, наиболее важными являются европейские города, ну, там, итальянские, немецкие, испанские, английские, французские, конечно, да, ну, а также русские, которые там, я, ну, я, правда, и в тех тоже был, но и в России, конечно, в большей степени. Вот, ну, там также довольно много идет речь о городах ближневосточных, и много о Иерусалиме, который там тоже для меня прям сильно важен. Наверное, ну, некоторым, так сказать, некоторым недостатком этой книжки является ее такой, ну, европоцентризм. Там мало рассматривается образ американского города. Я думаю, что отчасти это, ну, компенсируется тем, что как раз в абсолютном большинстве переводных книжек по больнице, которые есть в России, это все американские авторы, они как раз только про свои американские города и говорят. А это все-таки очень специальная вещь. Вот сразу возникает вопрос, если таким, ну, широкими мазками, но все-таки попробовать обозначить основные различия между российскими городами, между европейскими городами и между американскими городами. Как бы вы их охарактеризовали? Ну, это как раз достаточно просто. Значит, в России преимущественно способ формирования города, 95%, это административный город, город, созданный властью. Дальше власть пытается иногда успешно, иногда менее успешно, так сказать, подтянуть к себе, там, ну, вот культуру, вот жрецов, там, видео, торговлю, в городах на меньшей степени, но все-таки в исторических, то есть в советских, а в исторических достаточно часто. Ну, производство вот у нас целиком было с властью, если мы говорим про 20-й век, то это 50% наших городов, это государственные предприятия. Если мы говорим про европейские города, то их судьба, ну, есть вера европейские школы, скажем так, материковые, то есть те, которые исходят из глубины страны. И, ну, это прежде всего французская школа, которая тоже говорит, что город создается властью, ну, это такие пиодальные города или города абсолютных монархов, и есть школа побережья, в которой говорят о том, что города создаются в торговлю. И вот самые, так сказать, значимые для нас европейские города, которые мы так любим, типа, там, Вене, Амстадам, это как раз города, которые возникают из торговли, из рынка, и у них совершенно другая морфология, да, ну, вы понимаете, что если для города власти исторически все начинается со стены, крепости, то для города торговли все начинается с порта, он открытый, да, то есть он, наоборот, все затягивает, ну, и культура, соответственно, совершенно разная. Один будет стремиться к установлению единых правил, а другой к толерантности, к обмену, да, один будет такой довольно, ну, благородный, да, и будет стремиться к чему-то высшему, а другой разнообразный, и стремиться вот к себе затянуть самые разные вещи. Если же говорить про американские города, то их главная особенность в том, что они просто очень новые. Ну, вот, скажем, регулярная планировка, ну, то есть сетка, да, вот, квадратная, она у нас, ну, вот, у нас она введена Екатериной, да, вот Екатерина сделала такую группу российских городов. А в Европе это римская, в основе своей истории, то есть, ну, примерно 70% европейских городов основаны на римских основаниях. Это она, как правило, потерянная планировка. То есть, например, во Флоренции, там она была, но вам, если вы гуляете по Флоренции, довольно трудно увидеть в этих окружающих, кучках, так сказать, вот римских квадратах. А в Америке основная часть городов это города, так называемые, железнодорожные, которые были основаны железнодорожными компаниями в надежде на спекуляцию участников. Да, то есть они, как бы, зная, что пройдет железная дорога, их много, больше тысячи. Значит, они разграфляли землю на квадраты, там еще ничего не было. Ну, потом, когда железная дорога проходила, там делали станции, и цена этих квадратов резко возрастала. То есть это такой спекулятивный город. Вот. И, ну, там есть, конечно, экзотические варианты, как в какой-нибудь South Side City, которые тоже такой же квадратный, только сделали его мормоны, как образ небесного Иерусалима. Вот. Но это такие... Ну, понимаете, мы, в принципе, знаем в России, скажем, эту культуру, ну, таких, там, сект или каких-то маргинальных движений, вот рубежа веков, которые там связаны с какими-то духовными поисками и соединяют в себе технократическое и такое мистическое сознание. Ну, все, я думаю, знают книжки блестящие Александра Эркинда, которые вот довольно подробно рассматривают эти процессы. Но для нас эта культура маргинальная, да, то есть все-таки по сравнению, там, с великой русской литературой или, там, великой русской архитектурой Петербурга и все, это что-то такое на периферии. В Америке она занимает гораздо большее место. Это часть русской культуры, поэтому американский город, да, довольно сильно отличается. В чем-то, с другой стороны, очень схож. Ну, то есть, когда, например, Сталь, там, ВДНХ, он прямо будет ориентироваться на план. Ну, на всемирные выставки, которые вот там были в Чикаго и в... Ну, и потом на план рекорструкции Вашингтона, да, вот, то есть движение, которое у них называлось «Красивый город», там, это 890-е, 920-е годы, они у нас прямо отозвались в 30-е. То есть где-то очень схожие города. Ну, меня лично, конечно, больше всего интересуют города именно российские. Можем ли мы немножко про них тогда поговорить? Вот через призму этих, ну, этой концептуализации, да, власти, жрецов, рабочих и торговцев. Можно ли сказать, например, что, ну, например, там, да, Москва – это, безусловно, базово как раз такой город, который основан властью, а Питер – это, скорее, больше город, основанный торговлей, и там в Москве главное – это Кремль, а в Питере главное – это порт. Или так нельзя сказать? Нет, конечно. Ну, Питер – это совершенно имперский город, который основан в столице Великой империи. Просто эта империя довольно поздняя. Ну, то есть, все-таки, это империя 18-го века, когда это все развивается. Да, это, ну, собственно, абсолютная монархия. Вот, и, ну, способы, скажем, просто понимаете, это время, когда, ну, так сказать, император, абсолютный монарх, он не сидит в крепости и, так сказать, оттуда правит миром, а он, ну, вот, начиная с Версаля, вот, с французской традиции, значит, Версали же – это парк, и во все стороны идут, ну, там, трех лучей, три луча, которые, вот, три дороги, которые идут в разные стороны в Франции. И эти три дороги сходятся в кабинетка, ну, прям в его голове. Вот это точка схода, где все сходит. То есть, он находится, это начало координат, да, а во все дальше открыто, потому что он всем правит. Ну, Петербург создан именно в этой логике. То есть, просвещенный монах – это не тот, кто сидит в крепости, а тот, кто правит из летнего сада, из прекрасной природы, из, так сказать, гармонии, да, вот, ну, из тех античных образов, которые его окружают. Так что нет, конечно, это совершенно имперский город. И просто там, когда вы спрашиваете про порт, ну, просто у нас и торговля тоже являлась, так сказать, имперской инициативой, да. И, ну, Петр, когда он прорубал, он для торговли его прорубал, только это не купцы прорубали, это власти его. И поэтому соответствующий образ. В этом смысле очень интересное соревнование Петербурга и Лондона, ну, например, в Дворцовую площадь, она является образцом для Рафаэльдарской площади в Лондоне, да. То есть, там тоже арка, там тоже, так сказать, трюмпальная колонна. Просто в Лондоне на сто лет позже, чем у нас. Ну, и там, и там это торговая империя, да, которая, так сказать, показать свое всемирное достоинство через открытость, но такую государственную открытость. Если говорить о других крупных городах России, там, да, это, не знаю, Новосибирск, Челябинск, там, не знаю, Владивосток, Омск. Нет, вот сейчас, ну, так, если мы прям пробежимся, да, по некоторым из них. Они довольно разные. Ну, и что? Ну, то есть, вот, интересно, меня интересует, как бы, если я правильно понимаю, исторически, да, вот я хочу сейчас попробовать восстановить вот эту вот картину того, как Россия исторически от Москвы расширялась в разные стороны, становляясь постепенно Россией. Если можно так выразить, я не историк, прошу прощения, вот, но, там, да, соответственно, там, про южные наши города, это будет одна история. Наши, ну, вот, чем глубже мы заходим на восток, там, да, это какая-то другая история, там, наверное, находит ли это какое-то свое отражение в архитектуре городов, например, и в их планах построения? Вот эта историческая логика. Ну, понимаете, наши города, вот, когда вы движетесь туда на восток, у Рауа, они, как бы сказать, чем дальше, чем моложе, да, они же очень, им там 100-150 лет, да, то есть, ну, основные застройки, они могут там основаны быть в начале 17 веке, в начале 18, но это будет просто очень маленький один острог, да, и вы там, когда пытаетесь посмотреть на, там нет исторического центра, там есть какие-то памятники, но там целиком территории нету. Как мы сейчас смотрим на облик наших городов, то, ну, они будут, так сказать, общие между ними, это советский класс, это типовые спальные районы. У нас 70% жилой застройки во всех городах России это типовые спальные районы. И поскольку у нас больше 70% людей живут в городах, то получается, что каждый второй россиянер живет в этом спальном районе, в спальной квартире, в индустриальном городе. А на этот, так сказать, основной, ну, класс накладываются, да, достаточно сильные различия, чем вы будете ближе к, ну, чем западнее, тем больше будет влияние архитектуры европейской, а вот на восток, там, в Хабаровске, ну, не знаю, даже в, ну, во Владивостоке, разумеется, вы будете видеть довольно сильное влияние Китая и вот азиатские цивилизации. Там будут небоскребы такие характерные китайские, ну, современные. Это, в общем, даже в Екатеринбурге это будет видно. Довольно забавно. Да, как раз восточную архитектуру, там, китайскую, в том числе, мы вообще не затронули. Можете про нее тоже несколько слов сказать? В чем ее специфика? Она, в чем-то, мы видим, довольно похожа. Дело в том, что вот есть, ну, вот Москва, такой город, который с послевоенного времени, ну, там, ну, скажем, да, с 45-го года, увеличился примерно в 12 раз по площади. То есть, вот Москва, так сказать, столица, победившая во Второй мировой войне, примерно в 10 раз 12 меньше, чем то, что мы имеем сегодня. Для европейских городов это совершенно не характерно, да, то есть, они не увеличиваются, ну, у нас есть там большой Париж, большой Лондон, но это просто присоединенные пригороды. А вот сама историческая, она может увеличиваться где-то там на 5-7 процентов за век. А вот для азиатских городов это страшно характерно. Вот такая, фантастический такой рост там в 10 раз, да, и там, ну, даже больше, 15 раз. Это как раз свойства Шанхая, Пекина, Сингапура, там, Гонконга, да, то есть, вот эти вот. Вот это, то есть, это города, созданные, ну, в рамках большого, ну, то есть, то, что называется в истории Актуры высокий модернизм, да, то есть, когда это создано в 20 веке, в индустриальный период, вот такая урбанизация очень быстрая, и, ну, когда вам нужно огромные массы населения, переселит города. Ну, или не нужно, а не переселиваются. Вот, и в этом смысле эти города для нас очень важны. Там, части свои, они просто на нас похожи. Ну, и кроме того, вот, если мы говорим о нашем государстве, то для него, там, ну, особенно для власти, Китай является очень большим образцом, да, и все время хочется вот создать, там, ну, наш национальный проект «Доступное жилье», вот, по 120 миллионов квадратных метров в год мы собираемся строить, это, конечно, очень китайская вещь, да, по замыслу, вот, но там много интересного, ну, например, город Сингапур, который мне очень нравится, он, наверное, является, ну, почти, ну, очень редким исключением модернистского города, созданного в рамках этого проекта, который вместе с тем вполне себе, ну, так сказать, приятный, хороший город, да, это не спальный район, а он вот по качеству среды, по разнообразию впечатлений вполне может конкурировать, ну, я не знаю, с Парижем, там, даже наоборот, когда вот я один раз из Сингапура прилетел в Вену, то у меня было ощущение, что я попал в глубокую провинцию, в Вене, то есть Сингапура это такое, ну, как бы будущее уже построено, вот, то есть, в принципе, это может быть очень интересным, но в основном не очень, и, конечно, так вот для историкой архитектуры, для исследователя, ну, возможно, тут сказываются недостатки моего образования из-за китайского языка, и, в общем, не то, чтобы хорошо понимал ту культуру, которая за этим стоит. И какие бы основные проблемы в российской архитектуре, в российской урбанистической политике вы могли бы отметить? Запрещается в том, что в этой книжке об этом нет ни слова, я надеюсь, ну, читатели это поймут, я сейчас пишу книжку, ну, как бы в того и том, который называется «Как устроен город будущего», там довольно много рассказывается про эти проблемы, но главную проблему, я думаю, люди хорошо понимают, то есть как бы у нас сегодня есть, ну, скажем так, европейский идеал, ну, или, скажем, идеал первого мира относительно города, это город с разнообразной экономикой, постиндустриальной, город обмена, город обмена знаниями, обмена опытом, обмена услугами, это город с диверсифицированными пространствами, то есть у вас в нем будут площади, улицы, набережные и так далее, это все достаточно четко стимулировано, а именно видно в городе. Это город с высоким уровнем самоуправления, представительством граждан в управлении, когда город сам решает, какие у него налоги, и, соответственно, сам решает, как ему развиваться, это не очень большой город, то есть город в пределах до миллиона, а вот города такие спрутые, ну, как Москва, да, то есть такие централизованные, это как бы, ну, у них очень много издерживает, у них трудно жить, и вот это, этот набор характеристик, к которому движутся все города, европейские, он стопроцентно неприменимы для России, у нас ничего из этого не получается, наши города не имеют разнообразия своего экономического профиля, нету высокотехнологических рабочих мест, никакого у вас услуги, знания и так далее, ничего там такого нет, в свое время Вячеслав Владимирович, который я упоминал, назвал российский город, основной тип российского города, город-коспис, а именно, значит, мы получаем доходы от нефти и газа и перераспределяем в виде социальных выплат горожан, горожане просто живут на этом, какие проблемы, тяжелые проблемы, что же это такое, и как бы есть одна большая история про то, как их решать, но понятно, что ты не можешь на этой основе города, который по сути живет, ну, как иждивенец, делать процветающие новые прекрасные города, нет, это не получится. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы жители городов и там, да, сами города процветали, очень, ну, важным фактором является именно экономика и именно ее диверсифицированность и многообразие? Не надо сказать, что ты, вот, город-калярь, диверсифицирует там экономику, и он заживет. Да и это она, наверное, что, она сама должна диверсифицироваться, это нельзя вот сесть и диверсифицировать, да, не получится у вас ничего. В принципе, для начала, я думаю, что нам, у нас стоит на повестке дня такая проблема, как перераспределение налоговых потоков, да, то есть, когда мы, собственно, 90% городов у нас градоадотационные, да, то есть, они получают деньги в счет федерального бюджета, то они не могут развиваться. И в некоторых случаях, ну, в общем, непонятна логика, по которой это сделано, но с другой стороны, когда ты там смотришь, что рядом с городом и вообще говоря, ну, так сказать, в его административных границах находится, например, атомная станция, да, ну, в смысле, да, энергетическая, а при этом этот город банкрот, то очевидно, что с налогами как-то странно устроено. У тебя, по сожалению, город нефтяная мешка, но при этом почему-то вот у тебя денег нет. Наверное, кто-то забрал. Вот. И вот эта вот ситуация, когда вы начинаете спрашивать там, а как сделать процветающий город, как сделать процветающий город в рамках глобальной экономики из всех российских городов, я не знаю. Но как первый шаг, что с налогами и с той же самоуправлением имя у вас смысл дела. Ну, собственно, да, про это, я так понимаю, там, эксперты вроде Натальи Забаревич регулярно тоже вообще. Да, да, да. То есть, действительно, можно просто относительно Натальи Забаревич, там эти меры очень хорошо описаны. Окей, возвращаясь именно к книге, вот, собственно, вы как раз упомянули, например, пример атомной станции, ну, там, практически в городской черте, там, да? я просто так сейчас прикидываю, что, например, в той же Москве, например, различные теплоэлектростанции и различные вообще вариации, вот, именно энергетических всяких добывающих историй, они присутствуют. я просто смотрю, как бы сейчас оглавление вашей книги и мне сложно сказать, как бы, куда это вообще отнести. То есть, то есть, что есть в городе что-то еще, кроме власти, жрецов, рабочих и торговцев, там, да, ну, например, система инфраструктуры, энергетическая, канализационная, там, да, наверное, еще какая-то, вот, про нее как-то, почему вот она не попала в эту книгу, например? Ну, отчасти потому, что это все-таки поэтика города и про культуру, да, то есть, так сказать, это не то, что совсем не попало, попало, потому что вот у рабочих есть вот эта история про промзону. И вообще, специфика места рабочих, вот, когда мы начинаем смотреть на историю, понимаете, ну, это, это какие-то подземелья, там какие-то мастерские, там что-то такое страшное, да, там, ну, вот, если мы смотрим на мифологию, там, кульцам как-то будет связываться с нечистой силой, да, ну, и, собственно, как все средневековые ремесленники, там, для средневековья очень важно вообще, что, ну, одна группа, это вот ремесленники, вот, там анализируются рецепты, там, изготовления металла, или выделки кож, и рядом анализируются алхимические рецепты, то есть, вот, ну, просто холдовство, да, это вообще-то одинаково сделанные вещи, да, и вот эта вот связь, вообще про рабочих очень важно, что эта группа, которая, ну, совершенно не удовлетворена положением, вот, вот, какой сегодня мир, вот он какой-то очень несовершенный, и надо сделать новый, да, поэтому они всегда, они как бы из, такого маргинального положения, вот, чего-то скрытого, да, вот мы спросили там про канализацию, можно сказать, про метро, можно сказать, про разные, вот, сети такие скрытые, они хотят оттуда, ну, произвести революцию, ну, как, особо петербургская революция, да, вот мы помним, как это, с обводного канала, с зоной, про пунктон, значит, люди движутся, занять дворцовую площадь, да, то есть это вот такое движение, и там довольно подробно рассматривается, ну, собственно, возникновение микрорайона, микрорайон, это, так сказать, переделанные на фабрики, переделанные индустриальным способом трущобы, да, то есть, там, ну, вот, просто показано, как это делается, и как в истории это возникает, и что сохраняют микрорайоны трущобы, знаете, как в трущобах не может быть, там, самый лучший дом в трущобах, да, вот, как бы дом хозяина трущоб, нет, мы никогда этого не найдем, так же и в этих районах, или там самый древний дом трущоб, тоже отсутствует, так же, как и в микрорайоне, или самый новый, самый модный дом трущоб, тоже отсутствует, дифференциация отсутствует, там, много вещей, И потом там есть микрорайоны, они всегда сопровождаются гаражными корпоративами. Это та часть трущоб, которая не вылезла в дома. Так что эти элементы рассматриваются внутри этой политики, но вот сквозь эту призму мифологии и, скажем, культурного осмысления этих феноменов, которые входят в городскую культуру. Ну вот, собственно, весь образ города начала века, вот это, там, такое страшное, ну, как у Маяковского, одища города, да, вот это, конечно, про инфраструктуру. Да, как вам кажется, почему важно, там, не знаю, ну, простому человеку, может, среднестатистическому горожанину вообще на эту тему думать, рефлексировать, узнавать и так далее, и так далее, приводит ли это к каким-то, там, не знаю, изменениям в сознании человека, когда он осознает, как устроен город вокруг него, потому что, я просто вспоминаю, там, да, себя несколько лет назад, я понимаю, что я даже не думал про то, что вообще город можно как-то осмыслять, вербализовывать в словах, вот. Что его можно как-то характеризовать, а сейчас, там, да, вот я с вами разговариваю, читаю книжки на эту тему и понимаю, что, как бы, да, ну, вот весь этот город, он действительно важен. Вот, с вашей точки зрения, все-таки, как именно может, что именно может в сознании поменять вот такая, как бы, да, рефлексия через книги, понимание города? Не знаю, мне кажется, это просто интересно. Ну, как бы, вы понимаете, любая такая, любой такой вопрос, ну, а что может поменять сознание, осмысление чего-то через географию? Да, да. Это, в принципе, не то, чтобы очень полезно, если вы куда-то не ездите. У этого нет такой прагматической функции. Ну, наверное, если говорить о России, то прагматическая функция может быть в том, что у нас, в общем, из-за советской власти, из-за того, что у нас очень атомизированное общество, и, так сказать, у нас очень однообразное все, у нас, в общем, городская проблематика очень неразвитая, да, вот. Ну, вот я в предыдущей жизни был журналистом и наблюдал многие годы попытку создания городского журнала, знаете, вот, ну, как Нью-Йоркер, да, там, что-то вот такое, да, значит, и, ну, вот, как Большой Город был такой журнал. Там все время была... Вечерняя Москва просто, не знаю, нет, это не подходит? Да, ну, вы просто это, понимаете, очень... Ну, вот Вечерняя Москва и Нью-Йоркер, наверное, как раз и говорят о некоторых, так сказать, различных, ну, потенциалов, которые здесь есть. Наша проблематика, вот, к гаражам, она же не городская. То есть, с одной стороны, культура очень городская, а с другой стороны, ну, вот, там, когда, ну, представь себе, на, там, выборах мэра кто-нибудь начнет говорить, там, о том, как устроить бульвары или канализацию, да нет, не в этом вопрос. Вопрос демократии, вопрос в, ну, там, выборе исторического пути России, то есть это как бы, ну, в духовных скрепах или, наоборот, в отрасли Западу, но уж никак не вопрос в садике Небаума. Вот, об этом я не говорю. Когда вы смотрите на, ну, например, американскую картинку, там совершенно другая, прямо противоположная вещь. Там местная проблематика очень широкая, а вот это общее, это прямо их попробую раскачать на эту тему. Ну, сейчас, правда, это не так из-за, там, проблем американских выборов, а вот, ну, например, 10 лет назад, ну, это прям так, да, и уж 20 точно. Да, вот они, есть проблематика в Нью-Йорке, их совершенно не интересует, что происходит в Нью-Йорке. Вот, и в этом смысле, так сказать, сдвиг по их повестке, вот с каких-то очень абстрактных вопросов, вот, там, не знаю, социальной справедливости, коррупции и так далее, на, ну, то место, где ты, собственно, живешь и как оно устроено, он был бы, ну, до известной степени не бесполезен. По крайней мере, это бы вас развлекло. Мне хочется такой просто комментарий от себя тоже добавить, о, когда, там, да, вот, в прошлом, позапрошлом году в Москве были массовые протестные акции, мое внимание, конечно, больше всего привлекла та, в которой Илья Яшин и, там, да, какие-то, ну, Юлик Галямина и, там, еще ряд других оппозиционных политиков, акция, когда они подходили к мэрии и стучали в ее дверь, вот, и, собственно, после этой акции я вообще начал задумываться о том, что, вообще-то, наша власть сосредоточена в каких-то отдельных местах, что у нее есть как раз какие-то, какая-то архитектура, да, которую она занимает, я узнал, где находится мэрия, где находится администрация президента, где находится, в общем, там, не знаю, Госдума и так далее, и так далее, начал замечать эти вещи. И, ну, вот, такая интересная история про то, что, как бы, власть, она стала не чем-то таким сакральным, возвышенным и витающим непонятно где, а очень конкретными людьми, сидящими в конкретных зданиях. И тут, я не знаю, как это вывести в какой-то вопрос, вот, но, наверное, это про то, что, ну, про то, что даже, вот, как бы, да, можно сказать, что в процессе, там, в том числе, таких протестных акций происходит какое-то присвоение, освоение, узнавание, хотя бы просто гражданами каких-то, там, да, мест своего города, в котором они, вроде бы, всегда и были, и они в нем тоже жили, но не замечали. Ну, я бы сказал, скорее, что не мест своего города, ну, то есть не то, что такие примечательные места, но происходит какое-то приближение власти, ну, то есть, в смысле, вы, как бы, понимаете, что вот там, вот есть Сергей Семенович, а вот есть Илья Яншин, и вообще-то это оба человека про власть, да, они как-то, ну, хотя с разными, с разным кругом интересов, по полномочиям и счастью. Ну, вот, в принципе, это такая интересная проблема, понимаете, ну, вот я привожу там такой пример, я когда-то преподавал в группе американских студентов, которые здесь приехали углубленно изучать Москву, там, полгода, и я попросил их нарисовать ментальную карту Москвы после того, как они полгода здесь пробыли, они нарисовали, ну, что они запомнили, собственно, в городе. Там не было ни одного, вот, когда они все сдали, запомнили разные, кто-то там в зоопарках, в консерваторию, но при этом там не было ни у кого, ни одного здания власти. Вот мы живем вроде бы в городе, который кажется воплощением власти, власть вот всюду на нас, как-то на нас смотрит, большой брат Дим, мы, так сказать, все время находимся в вот этой ситуации подвластности, да, а с другой стороны указать, ну, запомни, да, то есть власть у нас обладает очень низкой степенью репрезентации. Вот, на самом деле, вот эта вот история, когда она становится ближе, когда ты начинаешь понимать, что это здание, в котором он живет, ну, понимаете, есть страны, ну, не знаю, Великобритания, там, мы знаем, что вот в Далминске 30-10, вот тут вот сидит премьер-министр, а королева там, правда, она же почему-то находится в дворце Букингема, а не в своем, ну, потому что ее сгорело в 19 веке, так и не построили. Но, тем не менее, мы хорошо знаем, где это, да, а где находится Владимир Владимирович Путин, это государственная тайна, мы, так сказать, не можем это принести, и, как бы, не знаем, вот то здание, да, где это вообще, ну, вот, а у Сергея Семеновича есть вот здание мэрии, но он там не находится, он находится там в глубине за ним довольно сильно, вот, внутри этого квартала. То есть имперсональность, ну, как бы, невидимость власти как раз обеспечивает ее вездесущность, да, вот, а, ну, конкретизация вот эта, да, она, в принципе, позволяет, ну, сделать город более дифференцированным, в этом смысле более интересным. Ну, то есть идеальным городом имперсональной власти как раз является район пятиэтажек, да, или там, вот, индустриальный, да, просто в себе, она везде, да, вот, как бы, ну, они, собственно, и возникли из ландерных бараков, и вот, так сказать, ну, исторически, вот, и там, так это и устроено. Ну, мы вообще-то во всем мире сейчас сталкиваемся с некоторым кризисом репрезентации власти, вот, собственно, архитектурной в зданиях. Я там говорю о том, что, ну, вот, знаете, есть Верховный суд Сингапура, он сделан, это выгодил Норкоманпостер, это такой куб, а на нем летающая тарелка, вот такой цвет, как бы, и это сдал в зал до свидания. И потом, когда вот Дмитрий Антонович Медведев у нас был президентом, то он попросил просто это здание повторить в Сколково, значит, как Верховный суд по авторским правам, тоже вот эту тарелку. Ну, у него не получилось, как многое, собственно, что у него не получилось. Ну, например, вот в Петербурге есть Невская ратуша, там самое новое здание, как прекрасный архитект Сергеевич Рубан его сделал, но там тоже летающая тарелка, тоже вот... Ну, летающая тарелка, это изначально, вообще-то, из комиксов возникший образ. Это, ну, комиксы про Герберту Эллсу, вот, «Нашествия мэрсиан» в 20-е годы, в первый раз они появились, они были нарисованы, потом они пришли в кино и так далее, вот, репрезентировать... Понятно, что они хотят сказать, что власть, она такая, как бы, надмирная, и она вот смотрит на всё, как инопланетяне, с летающей тарелкой. Но, с другой стороны, понимаете, ну, можно представить себе, что скоро будет власть символизироваться с помощью, там, не знаю, полтергейста, да, вот каких-то... Ну, это просто из комиксов. И, то есть, символом... Ну, это, мне кажется, это свидетельство какой-то растерянности, и как же её показывать, эту власть, как построить здание власти, чтобы оно как-то, ну, прилично... На эту тему мы как раз недавно разговаривали с директором фонда, где я волонтёрю, Ольгой Романовой, фонд Русидящая, вот. И у нас, конечно, возник абсолютно... Ну, мы сошлись во мнениях, вот, про то, что по-хорошему, конечно, власть должна сидеть в стеклянном здании, вот, то есть, чтобы оно олицетворяло... Ну, как он делал так с полицией, если я правильно помню, вот. А здесь идёт речь про власть, чтобы олицетворять некоторую прозрачность. Ну, и, как вам кажется, это... Ну, стоит так делать или надо как-то по-другому всё-таки? Да можно и так. Это как бы, ну, по крайней мере, если вы понимаете, что вот в этом здании власть, то это уже неплохо, да, это... Мы, собственно, нас тоже понимаем, раз вы вот работаете в фонде Ольги Романовой, то мы хорошо знаем вообще, как выглядит здание власти. Это вот отделение милиции, ПВД и так далее. Это три забора, значит, соответственно, ну, рамка прохода. Обычно дверь, которая нарисована, которая сделана, в неё войти нельзя, а вход будет где-то сбоку. Там сидит вахтёр, вы делаете вот такую петлю. Это, собственно, полное повторение средневековой крепости. Просто очень плохих материалов, но если вы посмотрите, как устроен вход в какой-нибудь замок скалиджеров на озере Гарда, то вот ровно по этой системе... Ну, или как крепость короля Артура, там, вот... Вот ровно так же в здании власти это максимально неудобно, максимально непредставительно, и само неудобство, само, как бы, само унизительность входа, она свидетельствует рассказать о том, что да, вы пришли в здание власти, вам здесь это не френдли. В этом смысле, конечно, стеклянное здание куда приятно, что и говорить, если в этом смысле ты входишь, ну, вот, особенно в центральное здание, где у них вот это вот одно окно, которое там Фуксус построил, это очень красиво. Заключением вашей книги, там, в ней, в заключении, там, три пункта, есть конкуренция, жители и переулок. Вот можете немножко объяснить, собственно, почему именно эти три категории в заключение были поставлены? Вся поэтика города, да, она определяется конкуренцией этих четырех групп. Ну, вот, соответственно, есть власть, есть жрецы, есть купцы и есть рабочие. Они предлагают какие-то модели, что-то новое хотят сделать и так далее. Но есть огромное число людей, которые, что называется, выпали из конкуренции, которые больше не хотят бешено бороться за то, чтобы утвердить свои ценности, которые, в общем, достигли какой-то, так сказать, ну, какого-то устраивающего их уровня жизни, вот, баланса между, так сказать, желанием проявляться. Они, если угодно, ну, оказываются такими наблюдателями этого. А, в общем-то, даже скорее они живут по принципу «оставьте нас в покое». И там начинается с того, что вот переулки, вот московские переулки, ну, в этом смысле, это как раз, ну, зоны какой-то... Вот вы когда входите в Востошинские переулки, Арбатские переулки, у вас такое ощущение, что здесь была какая-то жизнь, но ее... Какое-то оно вымраченное, то есть тут... А сейчас здесь живут другие люди, они не помнят о том, что здесь было, и там приход этой церкви, который, собственно, сформировался, этот переулок уже там какой-нибудь Яково-Апостольский, он уже... Нет этого прихода, или, по крайней мере, это не местные жители. Все потеряно. Здесь была какая-то жизнь, просто жители, да, которые не имеют отношения к этой, вот, собственно, драме из четырех актеров, которые вот друг с другом, так сказать, находятся в бесконечных диалогах, да. А вот в сегодняшнем городе такой структуры оказываются спальные районы. Эти вот микрорайоны, которые, значит, как бы, ну, по исследованиям мобильности, которые вы проводили, мы знаем, что 60% жителей, 60% микрорайонов не выезжают из своего микрорайона в течение недели, да, то есть они выезжают раз в неделю. И это в этом смысле, ну, Москва, как бы, очень восточный город, как бы спрашивали, да, насколько, то есть так может быть... Ну, это означает, что с утра, ну, мужики встали и пошли работать, а женщины, дети, бабушки, дедушки все остались дома. Вот так живет там, в Ташкент, так живет там Дели, но так не живет Нью-Йорк, да, то есть совсем не. И вот это вот люди, которые, в общем, страдают от той конкуренции, которая там происходит, потому что из этой конкуренции все время выбрасываются какие-то такие контраберанцы, ну, типа реновации, да. И сейчас мы вот вас всех включим, потому что любой градоначальник, любая власть, она очень нервничает, что 60% и город никак не участвует в повестке дня, да, они просто живут. Но для того, чтобы город был нормальный, вы должны вообще-то понимать, что вот есть эта масса людей, у которых есть право, и это и главное, на этот город, они совсем не хотят участвовать в вашей драме, вы можете их заинтересовать, но вообще вы понимаете, что вы для них, ну, скорее угроза, а вовсе не что-то такое приятное. И вот по этому книжку я заканчивал этим, то есть есть, ну, рынок, есть там государственные программы, есть вот идея, что мы сейчас изобретем абсолютно новый мир, или у нас тут очень большие духовные скрепы, но есть просто люди, они просто живут своей жизнью. И, ну, это надо уважать. Вот это, как сказать, уважать. Последний вопрос тогда, у меня, как у психолога, тоже возник. Вы сказали нормальный и ненормальный город. Вот можете, условно говоря, как-то какие-то, ну, предложить характеристики, описание, не знаю, что-то такое, скорее, ну, вот такого здоровья, скорее более здорового города и более нездорового города с вашей точки зрения? Ну, вы знаете, это, на самом деле, для меня-то не надо думать, что город способен создать душевное здоровье или, так сказать, сильно его нарушить. Вообще-то человек, ну, достаточно сложная регулируемая система, не только город, ну, не очень много. Но, тем не менее, уровень агрессии, ну, город — это очень много людей, живущих очень тесно, поэтому они все время сталкиваются. И уровень взаимной агрессии — это действительно серьезный момент, который может, ну, повышать нормальность, то есть, понижать нормальность, скажем так, вот вредить человеку, да? Слишком много нормальность. Ну, вот как бы нормальный человек, для него, так сказать, естественная группа физиологически, ну, это 30 человек, а то, с кем он хочет, может общаться, это 7, да? А когда у вас вот 14 миллионов, это что-то другое. И, соответственно, есть градостроительный способ понижения этой агрессии. Вот то, что называется «Friendly City». Да, и, соответственно, ну, вообще для сегодняшнего дня очень полезно их внедрять. Они довольно разнообразные, я не думаю, что всем интересно слушать их, но, в принципе, вы их так и знаете. Ну, что, ну, вот это парки в пешеходной доступности, это возможности, так сказать, увидеть небо, да, увидеть горизонт, увидеть вообще выходы из своей ситуации. То есть, например, длинные перспективы Петербург и там широтние набережные с рекой, да, вот с этим небосводом, отражающимся в зеркале воды, тоже очень хорошо действуют, так же, как московские парки, да? То есть, ну, есть, как бы, это вот возможность, ну, реваксации. Да, эта среда может создавать. Вот, ну, темнота специфически, городская вещь, или вообще вот все, что связано со светом, все, что связано со звуком, ну, то есть это тоже может повышать, так сказать, давление агрессии, ну, и делать все это не так. Для этого вообще много методик. Ну, я не знаю, там, температура света очень много, значит. Холодный, холодный электрический свет повышает агрессию довольно сильно. Мы это хорошо знаем. Это прямо, есть исследование об этом, да? Да, есть исследование, да. Это можно прямо с уровнем преступности, с уровнем ДТП. Вот такие простые вещи. Спасибо, очень интересно разговор для меня получился. Да, хорошо, тогда, ну, что ж, спасибо за то, что слушали, смотрели нас, и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова